ну что ж друзья всем доброе утро с вами авантуристы маловый это канал приключений позитива и добра и мы все такие позитивные добрые идем сдаваться в марина офис вышел с перемотанной головой да друзья вот такие вот штучки преподносит северное море тот с перемотанной головой а здесь вообще печальное зрелище посмотрите на эту яхточку потеряла мачту яхта и еще и развалила рейлинги я даже не могу себе представить как это произошло может под мост заскочил тут же видите какой подлый мост может он сюда спешил я вам хочу сказать что французы очень ушлые ребята они в марины видите как закрывают что безоплатно отсюда не выберешься мы так подумали вот ну ладно посмотрим потом что здесь есть в этой марине а пока идем в марина офис видите я даже побрился вы скажете почему и такой небритый был да потому что я боялся бриться знаете вот пока не пройдем северное море вдруг холодно а теперь когда мы уже его прошли то вот можно при полном параде тулить марина офис мошель вот и все а мы боялись вы вчера уже себе тут нагородили вы вещах на сквозгард скрывает оказывается люди хотели нам добра быть боялись чтобы мы не налетели на этот огромный лайнер потом подождите мы вам вороточки откроем у нас уже у нас уже три пола жизнь мы знаем эти все приколы записал и ну ширину и все а заплатили мы за два дня то есть 31 евро 31 евро вообще все очень лояльно за такую здоровую лодку души под боком город с той стороны вот там где башня вот над этим общежитием видно вот там уже и центр и в общем пуп этого города поэтому мы вовремя рассчитали и проскочили купаться надо купить будет утенка резинового единорожка смотрите какая симпатичная боевая лодочка мы к ней спускаемся чтобы ее обозрить очень похоже на старые версии наутикета но скорее всего это все-таки не наутикет потому что у них очень характерная рубка с боковыми дверями здесь этого нет но все равно кораблик очень симпатичный к нему хочет приклеиться какая-то фиолетовая медуза жуть под рулей вот такой вот боевой карапуз рубочка обзора со штурвальчиком внутри все дела симпатично почему бы и нет ставим конечно пятерочку этому кораблю ставьте лайки кому нравится такая классика мне лично очень случилось это называется приклеил на сухую шумоизоляцию как ливанул тропический осенний ливень тут во франции просто капец это французский тропический ливень уже есть у нас тут люки в моторное отделение не без шумоизоляции я решил дыренька это все дело приклеить на свежем воздухе как вдруг как ливанет но сегодня конечно пасмурно но такого я не ожидал просто вот как нахальство хлынуло все намокло теперь конечно же ничего не приклеится в общем друзья ни в коем случае не подумайте что мы в переходе занимаемся какими-то строительными работами я считаю это неправильно но правильным я считаю организовывать нормальный бык на яхте что мы с наташей делаем всегда но потому как это наш комфорт но в каком-то в какой-то степени это наша безопасность и удобство передвижения поэтому мы делаем исключительно те работы на яхте просят нас этого заказчики или не просят которые полезны и нужны вот конкретно для нас как для перегонщиков я как это круто звучит перегонщики я ну поэтому такими мы делами и занимаемся герметизация люков устранение течи выявление каких-то и устранение неполадок в электрике в питании и так далее вообще он уже пригодится не только нам но и останется естественно и вот друзья мы наконец-то вырвались в город коле дождь прошел вы закончили точнее мы бросили всю работу и погнали смотреть благо что марина в которой мы стоим находится прямо возле цивилизации что не может не радовать и почему она находится прямо вообще почему потому что это самый древний развязкой туристических маршрута и в лондон только отсюда все паромы уходят и это круто поэтому не стерлись прямо в самый центр цивилизации накануне лондона просто это вообще считается самой большой развязкой французской во всей франции это чудом таить греха во всей европе вот и прямо за нами находится местная достопримечательность это бывший маяк тире сторожевая башня построенная если память не изменяет в тринадцатом веке нашей эры естественно теперь это уже не маяк это достопримечательность города оттуда раскидывается прекрасный вид на весь город но мы надо подняться 271 купень мы туда не пойдем в общем сами смотрите какая красивая башня какая старь сколько она видала перевидала и теперь вот до сих пор стоит хотя как говорят город коле был полностью разрушен во время второй мировой войны и все что вот это вот перед нами это реконструированные улочки и дома пойдем посмотрим что тут есть чего тут дают что продают мы решили сразу выяснить какого века это а ну да вот 1224 вот так что мы вам не соврали строительство этой вот штуковины началось в 13 веке и тогда уже был изобретен кирпич наверняка горела неоднократно вот такая вот красивенная штуковина видавшая виды друзья идем по какому-то красивенному парку посмотрите красиво там вот винстон черчилль в начале этого парка фонтан какие-то постройки и что самое главное тут люди из житомира понимаете в них тоже есть традиция фотографироваться на фонтанчик у нас все фотографируются на фонтан мне кажется это очень красиво идем дальше хорошо сводьба это сытно мы такие типа тут стоим вы девушка со стороны кого же когда уже кстати я уже проголодался сколько можно ходить по этому городу здоровенной красоты ратуша с часами с колокольней сейчас мы туда придем просто решил снять отсюда а здесь канава которые живут бомжики это речушка а там он он спят они и водятся и живут вот так вот соседствует жизнь историческая культурная и злая злая действительность у них постирочная суши на суле что не это очень хорошие бомжи они чистенькие не за собой следят коле был разбомблен полностью не весь а сохранилась рад уж и церковь есть нотр-дам мест парижские там кстати венчался тордом до коле шарм-де-голь там я слышал вот папа на очень величественная конечно это очень красиво верхние как-то даже в китайском стиле видишь такие влияние тюдоров было на постройку это очень красиво царя гороха ну красиво друзья вот симпатично так точно колокольня тамплиерские кресты пожалуйста вам кругом очень красивая колокольня золотыми или позолоченными какими-то часовыми там сверху здорово мы нашли в эту тушу она вообще обалденная скорее всего здесь жили тюдоры я могу ошибаться но вы слушайте нам сказали просто нам неудобно было спрашивать скажут и пройдите на первый этаж это совершенно бесплатно и вы увидите там ну как приемная приемные покои были вот на первом этаже поэтому нам разрешили пройти посмотреть после этого можно посетить именно колокольню колокольню мы подумаем подумаем пойдем потом у людей сложится ложное представление что я жлоб а я не он вот это вот стильчик такой штриховатый поправьте меня как он правильно называется но вот он присущ тому времени такой штришками вы только посмотрите на эту красоту это наверно бальный зал здесь а пока любили откаблучить местные франты смотрите-ка из тех дверей выходил король видимо маленький он был маленького роста и начинал кадриль муки это ж надо было так с потолком заморочиться вот фамильные всякие эти местная верховная рада он сверху были фотокорреспонденты как у нас сейчас в ради парламент заседал видите у всех тут свои были дела политика вершилась во все времена ну в принципе то прикольно прикольно друзья очень такой ну это это ж не церковь тут должно быть все по-другому и она так и есть все по-другому очень красивая лестнице и вот эти витражи тоже и и Вы не представляете, друзья, вот Франция, это что такое, это родина чего и вообще самого известного в мире, конечно же, духов, как я могла сюда не зайти, вау, я в столице духов мира. Ну все, плакали наши денежки, всю зарплату, ланкомовская косметика из Франции, это не какая-то подделка китайская, это вот, вот, посмотрим хотя бы цену, что здесь так, что нам надо, тушь, допустим. Ах, даже во Франции 32 евро, это дуже дороге, уже аллергия на него будет, зачем он нам надо. У меня уже аллергия на такие цены. Карандашик обыкновенский, 27 евро, вот за что это? Боже, маркер дешевле стоит перманентный. Купим маркер. А еще, друзья, чем знаменит Кале, так это тем, что он является основным местом паломничества туристов из Англии во Францию, с целью прикупить дешевого табачка и разжиться дешевым спиртным. Но с недавних пор пальму первенства дешевого табака перехватила Бельгия. И теперь люди все-таки едут в Кале за дешевым спиртным, относительно, конечно, к шоу. И мне просто в Англии намного дороже. В Англии это дороже. И оттуда, точнее отсюда, они пересекают границу с Бельгией. Ближайший город находится не более 70 километров отсюда. Затариваются табачком на обратной дороге. Здесь прикупают обратно венцо и прочее, и прочее. Садятся в свой баркас и гонят обратно в Лондон, насладившись и красотой этого древнего места. И, совместив полезное с приятным, прикупив дешевого спиртного и табачка. Вот такая вот слава у Кале есть. И, в принципе, почему бы и нет. Рыба ищет там, где мелко, а люди ищут там, где рыба. Именно поэтому здесь такое огромное количество паромов из Англии. В частности, потому что люди едут сюда отдохнуть на один-два дня. Искупиться на недельку. На недельку всякими вкусняшками. Что ж, друзья, чтобы вы не сильно обольщались, цены на табак здесь, не знаю, как для англичан, но меня они просто повергли в жуткий шок. Цены на сигареты неизвестных мне марок начинаются от 6 евро за пачку. А известных, это Мальборо, тра-та-та-та-та, начинается от 12 евро за пачку. Поэтому, дорогие мои, не едьте в Кале за сигаретами как минимум. А лучше бросайте курить. А лучше бросайте курить. По поводу ликера водочных изделий мы еще пробежимся по ценам. Но за табаком в Кале могут ехать разве что заможни англичане. Вот так вот. А прима, прима есть. Примы, кстати, здесь нет. А почему я вышел с пакетиком? Потому что по просьбе наших друзей, владельцев лодки, мы пообещали для их родителей в каждом населенном пункте, где будет возможность, в каждой стране покупать сувенирчики. Это такие, как сувенирные ложечки и колокольчик. Класс. Это парк, прочитали парк Святого Петра. Был создан в 1863 году. Я так понимаю, для прогулок вот этих вот милых людей, которые проживали в этом милейшем замке. Вот. Здесь есть столетние деревья. Это бронзовая постройка. Бронзовый фонтан. Вот. Который называется Три Полу Грации. Полу Грации. Вот так, друзья, и выглядит Полу Грация. Значит, натуслий тут улочкою узкою. Разглядываем, пялимся на витрины. И тут вдруг... Взгляд упал. Пожалуйста, вам Балтика, пиво, воздух. А здесь вообще эксклюзивы, которых я и не видел. Он кукурузные, палочки, тамбовский волк, семечки тебе, товарищ. Кашка гречневая. Кашка гречневая. Класс. И теперь понимаем... Представляете, а мы тут прикупили французскую булку, ну как же без этого? А тут бац и и все. Мы так удивились. С советского постпространства, значит, товары. И сразу же подходит дяденька и говорит, я есть хозяин этот магазин. Да, он говорит, транспорти. О, говорит, у меня жена из Сибири. И здесь вот это вот, вот это вот натуральные продукты, это, говорит, единственный магазин с продуктами из России, в частности, на всю округу. В Кале так точно нету, а то и в ближайшие округи тоже за вот такими вот специфическими товарами приезжают. Вот поэтому в этой песне и поется, ведь от столичной голова под утро не болит. Еще как болит, смотря чем запевать. Я еще думаю, где она столичную-то берет по французски. Оказывается, есть где. Вот так. Ну, а мы уже тут подходим к вот этой вот знаменитой Нотр-Дамской теме. Ну, вот, собственно, и третья достопримечательность в Кале. Все компактненько, все рядом. Это вот это вот Нотр-Дам де Кале. Такая вот старинность, построечка. Очень выглядит прикольно. Сверху какие-то зверюги торчат, свисающие. Очень жаль, что не попадем внутрь. Говорят, просто великолепно. Через неделю, через неделю только откроется и освещается натуральными свечами. Больше тысячи свечей. Вот, сейчас мы скажем вам точно, в каком столетии построен. О, заложен в 13 веке. Ну, короче, вот он одного возраста с маяком. И так далее, и тому подобное. В общем, в 1937 году он окончательно отреставрирован. С тех пор больше не реставрировался. Вот, восемь веков, друзья. С 108-метровой башни. Башни. Да. 58 метров высоты. Башня была разрушена 26 сентября 44-го года. Безобразие. Да, посмотрите, все. Все в каких-то символах. Крестики, всякие клеверные листочки, треугольничек. Вы посмотрите. Это все иллюминатские символы. Здесь символизм присутствует кругом. Посмотрите, как ветровая эрозия изъела вот эти вот все изразцы. Очень круто. А на дверях написано, извините, приходите через неделю. Вот так вот. Вот так вот. Очень красиво. Очень, очень древне. Вон, даже труба для стека воды сделана в виде рыбы. С открытой пастью. Прикол. 8 веков, друзья. Вот это кирпичи. Вот это да. Идем, друзья. На лодку возвращаемся. Ну, а вам, я надеюсь, не показалась нудной наша экскурсия. Мы очень старались. Быть нудными? Быть. Не такими веселыми. Но у нас не получается. У нас не получается. Если что, да нудим за кадром. Да, обязательно да нудим за кадром. Все. Оставайтесь на нашем канале. Оставайтесь с нами. Зовите друзей. Подписывайтесь. Ставьте колокола. Чаек. Ставьте чайок, кофеек. И смотрите, что будет дальше. Запасайтесь попкорном. Дальше еще и день. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok